Столица Абхазии, город Сухум, культурный, научный и туристический центр республики, являющийся одним из древнейших городов на побережье Черного моря. В преддверии наступления нового, 2023 года, мэр Сухума Беслан-Эшба подробно рассказал о проделанной за минувшие два года работе. Когда мы приступили к исполнению своих обязанностей, это был 2020 год, в мае месяц, бюджет 2020 года составлял 1 миллиард 120 миллионов рублей. Ввиду того, что мы вступили в активную фазу пандемии, были введены ряд ограничений, которые не могли не отразиться на экономические показатели, на собираемость налоговых платежей и других платежей. Ввиду этого, понятно было, что бюджету грозит неисполнение. Так и произошло. Мы исполнили бюджет 2020 года на 92%. По моему мнению, это было максимум, что можно было сделать в то время. Но ввиду того, что сложно было прогнозировать, что будет в 2021 году, и бюджет 2021 года уже был принят в размере 1 миллиарда 155 миллионов рублей. То есть увеличение было незначительное на 30 миллионов рублей. Но, несмотря на это, нам удалось его выполнить в 2021 году на 105%. Несмотря на ковидный кризис, отразившийся на экономических показателях и повлиявший на всю мировую экономику в целом, Беслан Эшба рассказал, что по результатам 10 месяцев 2022 года бюджет города выполнен на 115%. В 2022 году бюджет был принят в размере 1 миллиарда 222 миллионов рублей. На сегодняшний день по результатам 10 месяцев мы идем с опережением 115% по доходной части, по расходной мы уже приблизились к 1,5 миллиардам рублей. Почему это происходит? Потому что, во-первых, субсидирование нашего бюджета со стороны республиканских властей составляет в этом году 168 миллионов, к тем показателям, которые мы имеем по бюджету. Ну и собственные доходы, которые перешли к остаткам с 2021 года к 2022 году, они были тоже потом рассмотрены городским собранием, вышли с инициативой, чтобы их распределить. Значительная часть бюджетных средств была направлена на закуп специальной техники, необходимой городу, завершение строительных работ. В планах на 2023 год увеличение доходной части бюджета. Была куплена дорожная техника, уборочная техника и так далее, что мы и планируем делать в 2023 году тоже. Ну и строительные работы, которые надо было дозавершить, были какие-то плановые работы, тоже были перенаправлены. Таким образом, мы уже по этому году по расходной части приближаемся к полутора миллиардам. Несмотря на то, что доходная часть была его 1 миллиард 222 миллиона рублей. И немножко про планы тоже скажу. На 2023 год планируется уже полтора миллиарда рублей. То есть доходная часть бюджета будет составлять увеличение 400 миллионов рублей. Собственные доходы в бюджет Сухума в большем проценте формируются из налоговых платежей. Спецналога, патентного налога, налога на прибыль. В бюджет столицы также поступают межбюджетные трансферы из республиканского бюджета в виде субсидий, средства из резервных правительственных фондов. Основные платежи идут, конечно, налоговые поступления, отчисления от заработных плат, арендные платежи всевозможные, акцизы и так далее. Ну, в принципе, это вот тот круг, который к нам попадает в качестве налогов. До недавних пор поступала еще часть налога НДСа. Ну, теперь он идет в республиканский бюджет, а все 100% налога на прибыль идет в городской бюджет. Ну, тот, кто разбирается в налоговой системе, немножко понимает, что налог на прибыль, да, конечно, он хороший налог, все, но есть свои тонкости в налоговом учете. И налог на прибыль взимать – это самый сложный налог по взиманию. Самый простой налог – это НДС, он исчисляется, там можно скачивать не с оборота. Вот, налог, ну, несмотря на это, наши службы отрабатывают вместе с нашим отделом экономического развития. Вот, и поэтому, наверное, у нас такие результаты. Сухум – уютный, творческий и особенно притягательный для туристов город. Сухумская колоннада и ботанический сад, морской порт и белокаменная набережная, театры и музеи, необычная самобытная архитектура и, конечно же, пляжи. Все перечисленное и многое другое привлекают в столицу тысячи туристов каждый год. По словам Беслана Эшба, на данный момент в Сухуме 109 объектов размещения. По поручению президента республики ведется активная работа в туристической сфере города. 109 объектов размещения на 3,5 тысячи койко-мест. Ну, и, разумеется, туристические маршруты, которые есть по городу, они всем известны. Это и Безяний битомник, и ботанический сад, и наша набережная, и так далее, и так далее. Что касается восстановления новых объектов, если брать период снова, 2020-2022 год, правильно? Ну, за это время из запланированных объектов предпринимателями запущен один отель, Гранд-отель, если увидели на улице Читанава. На стадии завершения отель по улице Акертава, это за Красным мостом, сразу с правой стороны отель Ривьера. Там порядка 80% уже, в принципе, так скажем. Значит, отель или апарт-отель тоже заканчивает строительство на улице Читанава, это тоже недалеко от Гранд-отеля. Вот у них будет сдача объекта в 2023 году, и могу сказать про планы тех, которые там уже вырыли котлован и так далее. Да, завершился объект еще на улице Угол-Кулония и улице Воронова. Ну, и еще, наверное, тройка объектов, где вырыты котлованы, планируется поворот у нас на Маяцком повороте. И, значит, тоже не доезжая в районе теннисных корт, там тоже вот недавние решения вышли этого года, тоже планируется строительство и отеля, и апарт-отеля. Развитие туристической сферы особенно важно не только благодаря положительному влиянию на социальное положение города, но и с экономической точки зрения. Трудно переоценить, какой вклад в общее развитие, значит, вкладывает туристическая отрасль. Конечно, это безусловно, даже могу сказать, это мультипликативный эффект, который несет за собой там продажу всякого рода товаров, услуг, значит, объекты общественного питания подключаются к этому. Помимо вот прямых каких-то, да, скажем, затрат, которые несет турист, еще есть доходы сотовых операторов, которые, да, включают роминг, туристы когда приезжают и так далее. Поэтому для нас это очень существенная статья дохода, там, ну, без малого, там, до 100 миллионов рублей доход, если отдельно выводить. Ну, это все такие ориентировочные цифры, но они, во всяком случае, нами тоже отслеживаются, как и налоговыми службами и так далее. 2022 год, в принципе, по показателям не уступает 2021 году, и поэтому, в принципе, у нас практически все 100% объекты размещения, и не только объекты размещения, но и частный сектор был полностью, значит, забит в этом году туристами. Говоря о туристическом потенциале столицы, Беснанышба отмечает, что город не располагает большой свободной территорией для строительства объектов размещения. Однако, перспектива роста, безусловно, есть. Я могу сказать о потенциале, ввиду того, что у нас свободных мест для строительства объектов размещения, или там, апарт-отелей, как сейчас можно выражаться, вот, не так много в городе сухом, да, свободных пятен, так, под застройку, тем более все отели, которые там, сегодня расположены, та же гостиница Абхазия, например, да, или та же гостиница Нарт, это бывшая гостиница Тбилиси, и так далее, на них уже есть там потенциальные планы, там, в ближайшее время, вот, ведутся переговоры, и так далее. Тоже, я думаю, в 2023 году уже будут понимания, тогда, когда они стартуют, и чего вы там дальше сделаны. То есть, потенциал роста есть, но если брать количество койко-мест сегодня, 3,5 тысяч, мы говорим, то рост может быть где-то, наверное, плюс-минус около 6 тысяч койко-мест. Вот, а так сказать, чтобы у нас есть свободные, как говорится, земли для того, чтобы там появились еще дополнительно новые объекты, ну, пока не приходится, во всяком случае. Отдельным пунктом тщательной работы в туристической сфере на 2023 год планируется обустройство точек притяжения для гостей столицы. Шикарная точка притяжения, которая появилась, это платформа ГУМа, если обратили внимание, да. Сейчас мы активно будем заниматься в 2023 году обустройством финикулера. Мы там провели сейчас ремонтные работы, если обратили внимание, там было восстановлено дорожное полотно. Ну, вот, следующий год, первый, даже в первой декаде, могу сказать, следующего года, в первом квартале, мы собираемся полностью осветить, посмотреть, что можно сделать с дорогой. Ну, и дальше самой смотровой площадкой, там, посмотреть, как можно ее благоустроить, обустроить и так далее, с привлечением, конечно, предпринимателей, которые могут там организовать, как вы сказали, точку притяжения, наверное, или точку, где могут побывать не только туристы, а излюбленное место наших сухомцев, которое любит появляться там. Касательно населения столицы Беслан, Эшба рассказывает, что последняя перепись проводилась в 2011 году. На тот момент в Сухуме проживало порядка 65 тысяч человек. На сегодняшний день можно говорить о примерной цифре 75 тысяч человек. Если говорить вообще о количестве трудоспособного населения по городу Сухум, исходя из того, что у нас в городе Сухум приблизительно в 2011 году, последний раз, перепись делалась, там 65 тысяч, сейчас мы рассчитываем, что не более 75 тысяч живет в городе. По всем данным, которые есть у нас, у статистики нашей, значит, у нас в городе Сухум 38,5 тысяч трудоспособного населения. На сегодняшний день из них заняты в государственной сфере, то есть в предприятиях, в бюджетной сфере и так далее, в муниципальных унитарных предприятиях и так далее, порядка 10 тысяч. Могу дать разбивку, если понадобится, в республиканске это 5700, городские 3600 и унитарные предприятия всякого рода, там, которые, во всяком случае, по администрации работают, там, порядка 500 человек. Вот, ну и еще и индивидуальные предприниматели. Их, кстати, вот здесь есть рост, надо отметить, в 2021 году их было 2400, а в этом году мы фиксируем 3800. Беслан Эшба также отмечает рост числа индивидуальных предпринимателей. За год их число выросло на 1400 человек. Приведенные цифры касаются не только самозанятых, но и тех, кто непосредственно производит наимную работу. Если брать общее соотношение, могу сказать, что как минимум 62-63% от трудоспособного населения в городе Сухум заняты. Средняя заработная плата по городу, мы ее тоже выводили, стыковывали с цифрами Министерства экономики, с госстатистикой, это 18300 рублей. Средняя заработная плата по городу Сухум. Следует, по словам мэра столицы, также особо отметить низкий уровень заработной платы в государственных учреждениях города. Однако, работа в данном направлении уже ведется. Недавно было принято решение, что минимальный прожиточный минимум 9400 рублей, а есть еще госучреждения, где заработные платы 8, 7, 6 доходят. Поэтому, в связи с этим, есть инициатива, которая, может быть, в скорое время попадет в парламент. Мы, в том числе, являемся инициаторами данного законопроекта, не законопроекта, а отмены этой меры, где предусматривается верхний предел заработных плат для госучреждений и руководителей высокого уровня, там президенты, премьер-министры, министры и главы администрации в том числе. Как подчеркивает Бюслан Эшба, данная инициатива позволит не только увеличить заработную плату работникам государственных учреждений, но и привлечь к работе высококвалифицированных специалистов. А нам, для того, чтобы реализовать те цели и задачи, которые мы сами перед собой ставим, руководство страны ставит перед нами, это задачи, которые надо решать в первую очередь с помощью профессионалов. А, так скажем, на абхазском рынке труда, грубо выражаясь, таких профессионалов за 10 тысяч рублей или за 8 найти очень сложно. Кадровый дефицит, по мнению Бюслана Эшба, касается в основном технических и узконаправленных профессий. Не хватает инженеров, высококвалифицированных экономистов и юристов. Конечно, есть нехватка инженеров, высококвалифицированных экономистов и юристов. У нас в планах, если нам законодательство позволит, недавно было у нас совещание, я хочу в рамках администрации города создать некий кадровый резерв. То есть, начать работу, сам буду проводить собеседование, для того, чтобы некий так оценить потенциал тех или иных претендентов, значит, по тем или иным специальностям или должностям и так далее. Потому что молодых надо привлекать, но и уровень подготовки тоже надо знать для себя. Возвращаясь к вопросу налоговых поступлений, мэр города рассказывает, что собираемость налогов в столице стабильно варьируется в 100% и выше. Но существует проблема задолженности организаций, которые на данный момент и вовсе могут быть ликвидированы. Есть другая проблема по тем задолженностям, которые есть у предприятий и организаций. Есть задолженности, которых предприятий и организаций уже нет, они уже ликвидированы, но все-таки за ними числятся эти задолженности. Ну пока с такими предприятиями непонятно пока чего делать, а вот с теми, которые пока работают, но они периодически появляются, частично оплачивают свои задолженности, но эта работа ведется не так интенсивно, как хотелось бы, и не так быстро, что мы можем платить старые долги. Текущих задолженностей мы практически не допускаем, не говоря о госучреждениях, которые у нас работают, ну в смысле в администрации города, ну и те коммерческие организации, которые сегодня работают на территории Сухого. На данный момент в столице республики 11 тысяч пенсионеров, из которых 2,5 тысячи человек получают только абхазскую пенсию. По той информации, которая у нас есть, там минимальная пенсия порядка 7 тысяч 200 рублей, и к ней потом добавляются всякие там годы выработки, выслуги лет и так далее, и так далее, всякие надбавки, потом исчисляется это все в некую круглую сумму. Что касается абхазских пенсий, базовая это было 500, и если там считать все начисления, которые, не начисления, а надбавки, которые, она доходит до 2,5 тысяч рублей. Помимо республиканских выплат, установленных правительством, администрация города выплачивает дополнительные пособия круглым сиротам, многодетным семьям, одиноким матерям, по уходу за инвалидом первой группы, по уходу за инвалидом с детства и за рождение ребенка. Беслан Эшба рассказал, что с 2023 года планируется повышение всех городских выплат на 50%. Если там те категории, которые я озвучил, получали по 1000 рублей в месяц, там только по многодетным семьям от 400 до 700 рублей есть такая вилка, вот, а те, кто базово получает 1000 рублей, все остальные категории, я сейчас не говорю про новорожденных, да, там будет увеличение на 50%, и что касается новорожденных, тоже мы планируем поднять на 50%. На данный момент одним из самых актуальных вопросов является вопрос энергетики. По поручению президента республики во всех городах и районах страны были созданы оперативные штабы по выявлению и устранению майнинговых ферм. Сухум не стал исключением. Беслан Эшба отмечает, что штаб регулярно проводил заседания и работал на местах, обследуя дома, квартиры, подвалы, крыши и прочие места на предмет выявления оборудования по добыче криптовалюты. Президент издал распоряжение о создании, значит, местных органов самоуправления штабов, вот, точно так же у нас был создан оперативный штаб, было проведено 17 заседаний. Порядка полутора тысяч квартир и 1400 домов, 600 подвалов и крыши было обследовано на предмет, значит, выявления оборудования по криптовалюте, по добыче криптовалют. Значит, изъято порядка двух тысяч, значит, единиц техники по добыче криптовалют. Ну и еще это мероприятие было увязано с тем, чтобы отключать незаконные подсоединения к сетям. Таких адресов было, по-моему, 56. Вот эти мероприятия были реализованы. По словам мэра города, в зимний период потребление электроэнергии вырастает в несколько раз, и нагрузка на подстанции, питающей Сухум, аналогично увеличивается. Подготовка к зимнему периоду и увеличению нагрузок проводится. Говорить о подготовке к зимнему сезону немножко не по адресу, мы же технически не занимаемся этим вопросом. Ну, Черномор Энерго этим занимается, эти задачи у них стоят. Что касается собираемости, у нас в городе Сухум 25 тысяч абонентов, это юридических лиц, физических лиц, частных, индивидуальных предпринимателей и так далее. На сегодняшний день юридические лица, процент собираемости 90%, среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей вместе, это все-таки хозяйствующие субъекты. А среди населения где-то порядка 25-27%. Суммарно выходит у нас где-то 40-41% собираемости, если брать, но если был он 37-38, есть небольшой рост, но это не те показатели, которые кого-то могут устраивать. Единственный способ повысить собираемость средств за электроэнергию по городу, отмечает Беслан Эшба. Это установка устройств автоматизированного контроля и учета, то есть электронных счетчиков. Могу бы отметить, что там где стоят данные счетчики, собираемость более 90%. 25 тысяч абонентов, на сегодняшний день порядка 7 тысяч, наверное, у нас всего стоит, уже со всеми старыми счетчиками, которые ранее были установлены, которые прошли ревизию и потом переустановились. И новое установление счетчиков сейчас идет. Суммарно-энерго занимается с Хумским управлением электросетей, там порядка тысяч счетчиков тоже были установлены. Говоря о повышении тарифов на электроэнергию, Беслан Эшба отметил, что понижение потребления электричества или же уровня собираемости средств среди жителей города не наблюдается. Однако упомянутое повышение стало отдельной нагрузкой для городского бюджета. Что касается государственных учреждений, да, для нас появилась дополнительная нагрузка, потому что те предприятия, которые там в определенном размере тратят электричество, так скажу очень аккуратно, это тот же водоканал, потому что огромные насосы включаются и потребляют колоссальное количество электроэнергии на момент запуска и пока работают. Там, конечно, появилась дополнительная нагрузка в размере 25 миллионов рублей в год, тоже троллейбусное управление, все наши подразделения, школы, детские сады там есть, да, понятно, по новому тарифу, но в всяком случае мы там выдержим. Что касается наших коммунальных служб, от которых я сказал, и там существенное увеличение идет, и это, ну, такая серьезная нагрузка для городского бюджета в том числе, мы вышли с инициативой и спросим, чтобы по нам применили понижающий коэффициент. По словам главы администрации Сухума, существует также явная проблема с уклонением жителей столицы от уплаты коммунальных платежей. Беслан Эшба отметил, что своевременная плата всех коммунальных платежей способствует улучшению жизни самих жильцов, ведь собранные средства идут на ремонт подъездов, установку новых дверей и так далее. Если ты не платишь за услугу, ты должен ее или не получить, или из тебя должны взыскать каким-то образом. Ну, законодательство наше, мы над ним работаем, вот, наверное, в ближайшее время выйдем тоже с инициативой правительству, президенту, чтобы потом передать парламент для принятия решения. То есть, если тебе выставили счет, ты обязан будешь его оплатить. И никаких задержек там быть, есть разумные вещи. Месяц, полтора, два, и все, тогда уже будут себя в судебном порядке взыскивать. Это не только городских жителей касается, это все республики касается. Коммунальные платежи за вывоз мусора, за потребление воды, за потребление электричества, квартплаты. Это касается оплаты и за лифтовое хозяйство. Как, за счет чего, почему мы должны деньги, допустим, тех честных платильщиков перенаправлять в те домостроения или куда-то еще, там, где люди просто игнорируют эти платежи. Я просто призываю, и такое поручение имеют районные управы наши, вот, они ведут работу с населением, но есть многие, которые уклоняются. Хотелось бы попросить, если не только нам помочь, себе надо помочь, в первую очередь, для того, чтобы построить. Во всяком случае, у нас есть такие примеры, где вот мы обратились, сказали, выходите подъезд отремонтировать, или двери металлические поставить, или лестничный марш отремонтировать, оплатите коммунальные платежи, и вы увидите, как город реагирует. И очень хорошо это работает. Исполнение распоряжения Кабинета министров о создании комиссии по мобилизации, по словам Беслана Эшба, ведется в плановом порядке. Вот такая работа ведется, мы сейчас проверяем списки, значит, те, которые должны попасть в резерв после прохождения армии, там есть пробел, они в военкомате учтены, у нас в военных столах при управах их пока нет. Вот эта ревизия ведется. Раньше никто такую работу не проводил, только были резервисты, те, которые шли вот из, как говорится, со времен окончания нашей Отечественной войны народа Абхазии. Сейчас эта ревизия ведется. Что касается мобилизации, вот той, которую вы сказали, обычный призыв на военную службу, работа ведется, конечно, да, там двойная проверка получается, кроме комиссии призывной, которая в военкомате, потом опять же комиссия проходит, все документы проходят через республиканскую комиссию. Отдельным вопросом необходимо обозначить работу правительства и администрации города с последствиями стихийных бедствий в городе. Что касается стихийных бедствий, которые были в городе Сухон в 2021 году, их было три подряд, это два в июле и одно в августе, но я их просто на них заостряю внимание, потому что они были серьезные очень для города, были еще небольшие, там, допустим, того же града, который прошел, да, тоже, кстати, есть повреждения в домостроениях и так далее. Вот, значит, по ним собраны все материалы были и направлены в кабинет министров. Я как-то давал интервью, сказал, что мы там какое-то количество восстановления, домовка по восстановлению крыш взяли на себя, часть, значит, кабинет министров взял на себя. Значит, что сегодня сделано? На 22 миллиона рублей администрация города произвела ремонты за свой счет, значит, компенсационные выплаты по подготовленным нам материалам, которые пострадали, это в основном частные дома, там, и квартиры, где пострадало имущество. Более 60 миллионов рублей выделило правительство из резервного фонда президента. Эти выплаты прошли, и в настоящее время еще там находится ряд материалов, которые находятся на рассмотрении. Вот, плюс ко всему еще вот те крыши, которые еще не успели, значит, еще восстановить, вот мы до конца года, там порядка 10-12 объектов, которые тоже доведем до ума. Это уже с помощью правительства выделенных денег президентам нашей страны. В планах мэрии столицы не только поддержание уже существующей экосистемы города и урбанистики, но и улучшение инфраструктуры, создание новых точек притяжения для жителей и гостей Сухума. Рада Чучава, Алексей Боструков, Абхазское телевидение.